Привет, YouTube! Решаем задачу 2286 из сборника Демидовича. С помощью формул понижения вычислить интегралы, зависящие от параметра n, принимающего целое положительное значение. И в номере 2286 и n равно интеграл от 0 до 1 х в степени m умножить на логарифм х в степени n dx. Давайте сразу отметим, что n принадлежит множеству натуральных чисел. А начнем мы с вами с рассмотрения и 0. И 0 равно интеграл от 0 до 1 х в степени m dx. Получается х в степени m плюс 1 деленное на m плюс 1 в двойной подстановке от 0 до 1. То есть и нулевое равно 1 деленное на m плюс 1. Хорошо, шаг второй. Пусть n больше либо равно 1. Тогда и n равно интеграл от 0 до 1 х в степени m на логарифм в степени n x dx. Давайте проинтегрируем по частям. За u обозначим логарифм в степени n x. Тогда du равно n логарифм в степени n минус 1 x деленное на x dx. За dv все остальное. То есть dv равно x в степени m dx. А значит v равно x в степени m плюс 1 деленное на m плюс 1. Получается uv, то есть x в степени m плюс 1 умножить на логарифм в степени n x деленное на m плюс 1. В двойной подстановке от 0 до 1. Минус интеграл vdu. Давайте постоянный множитель вынесем за знак интеграла. n деленное на m плюс 1. Умножить на интеграл от 0 до 1. x в степени m плюс 1 умножить на логарифм в степени n минус 1 x деленное на x. То есть x в степени m умножить на логарифм в степени n минус 1 x dx. В данном упражнении ничего не сказано про параметр m. Скорее всего он подразумевается натуральным. Однако это неизвестно. И в общем случае для того чтобы интеграл был осмыслен, мы можем считать, что m принадлежит вещественным числам m больше минус 1. В таком случае наша двойная подстановка обнуляется. Действительно, подставляем 1 логарифм дает 0, подставляем 0 и x в степени m плюс 1 дает 0. А значит смело зачеркиваем. А теперь давайте посмотрим внимательно что же мы получили. минус n деленное на m плюс 1, а далее не что иное как и n минус 1. А значит рекуррентное соотношение имеет вид и n равно минус n деленное на m плюс 1 и n минус 1. Теперь все готово, чтобы найти и n. и n равно минус n деленное на m плюс 1 умножить на и n минус 1 равно минус n деленное на m плюс 1 умножить на минус n минус 1 деленное на m плюс 1. и n минус 2 равно и так далее. И мы с вами понимаем, что это будет происходить пока мы не дойдем до и первого. А и первое равно минус единица деленное на m плюс 1 и нулевое. А и нулевое единица на m плюс 1. То есть равно минус n на m плюс 1. Далее умножить на минус n минус 1 деленное на m плюс 1. И так далее на минус единица деленное на n m плюс 1. И умножить на единицу деленное на m плюс 1. И мы с вами получаем, в первых n множителях у нас есть минус единица. Значит получается произведение n минус единиц. После чего у нас идет произведение натуральных чисел от единицы до n. То есть n факториал. А в знаменателе в каждой дроби у нас стоит m плюс 1. А всего дробей n плюс 1. Поэтому получается m плюс 1 в степени n плюс 1. Это и есть ответ на данную задачу. Всем спасибо за просмотр. Своё мнение и вопросы оставляйте в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединяйтесь в телеграм канал. И конечно обращайтесь за решением ваших задач. До новых встреч! Продолжение следует...